Всем привет, друзья! Это вновь программа «Питстоп» и вновь с вами ваш любимый Владик, Олеся, Таня и я, Сергей. Сегодня тема у нас звучит вот так, доверие. Я бы хотел задать первый вопрос, от которого мы будем двигаться. Как вы считаете, Олеся, Владик, Таня, и я тоже хочу подумать об этом. Что такое доверие и кому можно доверять, на каких обстоятельствах? Вот так вот. Обычно доверяют людям. Тебе человек что-то обещает. Интересно. Человек тебе что-то обещает. И ты, как бы, у тебя нет выбора. Ты можешь ему доверять или нет. Поверить ему в его обещание или нет. Но лучше поверить. Вот я верю часто. Да? Иногда, честно говоря, Таня называет наивной. А вообще наивность, я думаю, это неплохо. Так, вот это интересно. Можно с наивностью перейти на доверие. То есть, вначале ты такой наивный. Ну, вот. Потом люди думают, что ты, на самом деле, доверяешься такой. Наивность и доверие близкие качества. Если доверяешь, получается, ты наивный в сторону человека. Но, мне кажется, наивный, это когда ты доверяешь без обстоятельств. Мне кажется, наивный. Без доказательств. Мне кажется, можно вывести такую зависимость. Если люди видят то, что ты наивный, значит, тебе можно доверять. Потому что, если ты всем доверяешь, почему бы тебе не довериться? То есть, как хочешь? Это какой-то позитивный качество наивности. Если человек наивный, значит, он понимает, что он может всем доверять, а ему тоже можно доверять. То как я могу человека подставить? Конечно. Не знаю, я наивных встречала в другом качестве. Допустим, кто-то доверяет наивно, а кто-то наивный, и он там, сделай, пожалуйста, Танечка, вот это. Да, да, да. Тань, что ты сделала? Да нет, я что ты? А, то есть, тот наивный, который доверился ему, да? Да, то есть, наивный тот, который доверился. Ну, а как вот, ну, если, допустим, Таня несколько раз меня подводила, можно ей потом доверять? Вот. Это уже твое дело. Ну, вот так вот, вот как быть? А подробно серьезно поговорить с Таней? То есть, надо сначала серьезно поговорить. Конечно. Нужно узнать, почему вдруг так. А каждый раз обстоятельства, 7 раз подряд обстоятельства какие-то. Все равно доверие теряется, тебе уже не хочется этому человеку доверять, и ты имеешь право на это. Нормально. А вот мне интересно, есть ли у нас какие-то вот штампы, например, сколько раз я могу человеку доверять до тех пор, вот сколько раз он меня может подводить, чтобы я после этого ему не доверял? От чего это зависит? Сколько раз? Если человек близкий, ты его любишь, ты его принимаешь таким, какой он есть, ты можешь ему все простить, как бы. Бесконечно. А тот, кто тебя раздражает, ну, как бы, ты и не хочешь ему доверять. Получается, чем лучше у меня отношение с человеком, тем больше раз я ему могу прощать. Возможно, да. Просто я знаю, на своем опыте это так. Могу много раз, я прощал несколько раз человеку, для меня, точнее, я составлял большой труд, но я причем навсегда это делал, потому что человек был очень дорог. Бывает, да, что тебе подвели, но это как-то мило. Тебе это же понравилось. Не, ну, конечно, бывает мило, но я вот, допустим, к этому так отношусь, насколько бы я себя, ну, вот к себе бы как бы я отнеслась. Ну, вот она так сделала, допустим, да, я не говорю, что ты так делаешь, вот, но, допустим, она так сделала. Я отнесусь так же, как и к себе, но и у меня бывают промахи, и у меня разные, ну, моменты бывают там, которые я иногда не выполню, вот. Наверное, так. Так, я думаю, что это можно делать бесконечно. Хотя, вот, мне кажется, может быть, я неправильно сказал то, что мы каждый раз должны это делать. Мне кажется, просто мы будем в определенных темах или ситуациях ограничивать себя с этим человеком. Вот, это я тоже хотел сказать. Иначе мы себя просто не будем уважать, что ли, или любить себя. Знаете, вот, есть много людей, с которыми я, как бы, сотрудничал, и они меня подводили. Вот, и раз. Но я, как бы, по долгу своей, как бы, занятости много с кем-то так вот сотрудничал, которые меня бывали подводили, бывали нет, но чаще всего подводили. И я выработал для себя вот такое право. Я не знаю, может быть, она вам тоже поможет, может быть, тем, кто нас смотрит, поможет. То есть, как бы, человека не надо ставить на нем крест в любом случае. Ну, как бы, человек такой же, как и ты. Но надо уже иметь в виду, когда человек подводит, ну, то есть, что теперь уже тебе надо реально проверять. Доверяй, но проверяй, это все правильно. То есть, тебе уже надо реально теперь несколько раз лучше помочь ему, спросить его, ну, как ты меня все-таки не подведешь, ты меня сделаешь, напомнить несколько раз, помочь. В общем, вдруг человек, как бы у него какие-то проблемы, у него вот проблемы с тем, что он забывает или когда обещает. Я просто, у меня была такая ситуация, у меня подружка, вот она постоянно меня подводила, вот прям вообще стабильно. Я уже, ну, потом я начала на это смотреть вообще просто. Но знаете, что самое важное? Она изменилась. А изменилась я знаю почему, потому что я в нее верила. Я вот верила, что она изменится. И я ей доверяла, ну, как бы сначала маленькое дело, потом побольше, побольше, побольше. И я вижу, как этот человек, он изменился. И она сейчас, ну, вот честно сказать, я могу сказать, что она ответственная. Я вот прям могу ей доверять те дела, которые бы я сама могла сделать, и я уверена, что она их выполнит. Это была просто вера в человека. Как бы если вот, мне кажется, что если в человека не верить, ну, в то, что он изменится, ну, он никогда не изменится. Он так и будет вот таким вот, вот как ему говоришь, ты вот такой. если ты в него веришь и ты доверяешь какие-то вещи дам будь уверен в малом над многим тебя поставят но это истина до говорит об этом и я считаю что стоит все-таки доверять но и возможно и проверять ну как бы с малого начинать просто к человеку у меня недавно случай был прям буквально давно у меня въехали на машине как бы человек был на восьмерке ауди она старенькая но ауди в том что а как мы вышли у него почти ничего у меня вмятина в двери я по-моему но я не знаю здесь спорный вопрос что был виноват но я так выше посмотрела ну чего ты там поворот не получал он там по правой пролетал я не увидел его начал потихонечку поворачивать свой поворот он у меня въехал и и я как бы так все смотрю ну ладно игра ну ладно ну кричу будем делать вызывать я горит а он мой преподаватель по теплотехнике я его узнал хороший мужик вот ничего не говорю но герчу бы вызвать я говорю нет давайте это давайте уже это ну разойдемся так что же делать теперь и вот этот вопрос все кто знают как бы правило то что если вы не вызывайте гаи не оформляете это все просто разъезжаетесь потом один из вас если вы там не расписку ничего один из вас может сказать вызвать гаи остаться на месте вы сказать вот человек скрылся с места преступления и это уголовная ответственность это еще административная накладывается то есть вот и он сказал он человек просто отличный он был рад тому что мы мы разъедемся ладно как бы у него там почти ничего не было он говорит но ты можешь написать расписка груда это с ну особо нужно как бы вы мне верьте я ему предложил говорю да ладно я никого не буду вызвать нормально он ведь нет напишите пожалуйста мне расписку что вот вот это какой-то человек я понял что да это надо хотя я себя сам-то знал что я никого не вызову но я не стал его уговорить я лан сразу согласился давайте напишу чтобы ему было легче то есть человек проверил я считаю что он сделал правильно потому что как бы ты ну человек как бы не то что даже знакомый незнакомый неважно то есть это вот подтверждение тому что я потом ничего не пойду не сделаю вот то есть такие случая деньгами тогда да нет ничего не отдал да мы решили зайти с ну я не знаю я говорю что это неважно по моему был я виноват но и доля вину доля вины его вы его как бы была но я написал ему расписку что вот я считаю мы последней по моей вине столкнулись с ним то есть нормально разъехались без каких-либо претензий вот теперь мне кажется он будет больше доверять в принципе людям ну и тебе конкретно то есть когда ты мне кажется это что-то типа когда ты общаешься с людьми на их же языке вот потому что они понимают то что так правильно но это в принципе правильно так делали со стороны законы и между межличностные отношения это просто приведет к более увеличит доверие к тебе вот хотел бы я сейчас перейти на такой новый уровень скажите часто ли вы доверяете богу и вообще можно ли ему доверять и почему вы ему доверяете везде вообще доверяю вообще еще труднее доверять чем человек человек это видишь ты знаешь его характер знаю что он подвести подвести может или там другой человек надежный он не подведет а бог ты не знаешь как как он себя ведет сегодня может быть он такой завтра другой как мне настроение меняется вот мне кажется это все зависит от того насколько ты бога просто интересно бог рядом веришь в бога давайте так тогда когда ты веришь в бога да на каких-то когда только уверовал в бога я ему как-то так сложно доверял а я его проверяла там еще что-то дело перезвонила так а давай вот так а вот так помальнивайся и там ну и жду что ответа да вот именно вот в одно определенное время да и когда тоже ну узнаешь характер бога когда ты про него читаешь когда ты уже ну какие-то периоды в своей жизни прошла до обстоятельства вот именно вот с богом вот именно в его же опыт да какой-то опыт приобрела вот именно жизни с богом ты по-другому начинаешь уже ему доверять ну еще больше уже все сферы своей жизни начинаешь ему доверять не только вот одну вот допустим ты вот решила доверить там ему мои финансы вот все ты молишься за финансы они пришли чтобы они увеличивались проверяешь там все велитесь знаете каким образом на проверяешься и ждешь вот когда это произойдет да ну понятно все это происходит какие-то обстоятельства до в твоей жизни происходит и все больше и больше начинаешь ему доверять я считаю что это все зависит от того Насколько ты просто знаком с Богом Насколько ты его знаешь И, ну, какие Насколько ты готов вообще ему довериться Смотри, Олесь, пример вот сейчас Давай просто приведем Доверие человеку Я написал этому человеку расписку, который уехал Он знал точно, что я Что все, теперь мне можно доверять На основании вот этого листочка Бог, как мы у Бога можем взять расписку Вот такую Расписку? Ну, я просто Образная, вот ты ему доверил Или, например, что-то доверил свое сокровенное Или вот ты все и подоверился И как ты можешь, можно ли взять у Бога расписку В том, что его можно доверять В этом плане Мне кажется, есть одна большая расписка есть Даже письмо целое Вот такое Библия, это его обещание Там есть обетование, которое оставлено нам людям Расписка, это есть старая расписка, есть новая расписка Там что он с тобой всегда рядом, что он тебя не предает Никогда, да Старая часть расписки, новая часть Да, новая часть И вот там, нет, ну понятно, в Библии там написано, что вот, я тебя буду охранять Бог говорит, я тебя буду, если ты меня будешь слушать, доверять Помогай, я тебя буду награждать Что ты скажешь человеку, который никогда в жизни не чувствовал от Бога какого-то влияния в его жизни А даже наоборот, он опросил у Бога, а тот ему не помог И вот, и эти все расписки, получается, для него ноль Вот что ты, что ему делать Нужно я отвечу? Конечно Вот я бы сказала вообще про свою, ну, про свою жизнь Какие у меня, например, да, отношения с Богом Просто вот, ну, самое такое близкое Год назад я хотела сильно замуж Я говорю Богу В общем, если в этом году я не вхожу замуж Я уезжаю, я бросаю работу, я уезжаю в другой город И еще там муж себе, сама В общем, ты делай, что хочешь, но пусть в этом году я выйду замуж Комментарий после программы И как-то так получилось, что и правда, Бог мне нашел такого человека Вернее, человек был всегда рядом Вот, но Бог меня к этому человеку направил За которого я, правда, вот недавно, месяц назад вышла замуж И я знаю, что это самое лучшее, что это от Бога Что, правда, это его ответ И мне не пришлось бросать работу, уезжать в другой город Ну вот, это было доверие Это было то, что я не знала, что делать, но Бог меня направлял Ну, знаете, мне какой, вот, кажется, плюс, огромный плюс доверять Богу Ты, доверяя Богу, ты уверен, что никому он не расскажет Это да Ну, вот ты доверилась Богу Это я так образно А суть в том, что ты ничего не теряешь Вообще, вот я хотела об этом рассказать Доверяя, например, я доверяю Владику Я все-таки знаю человеческий фактор, что он где-нибудь там Ты не представляешь, как это Прости, Лайк, это не камень в свой город Просто говорю, ну, Олесе, ладно Олесе, доверяю? Ладно, я нормально Она все-таки Она может, любой человек может меня подвести Двойной камень в мой город Как Бог может подвести? Ну, никак Ну, я, по крайней мере, ничего не теряю Когда я Богу доверяю Конечно же, я, зная свой опыт жизни И рекомендую всем доверять Богу Я уверен, что вы ничего не потеряете А наоборот, даже предупредете Потому что у меня было очень много опытов Я уверен, что доверие не складывается на пустом месте Оно складывается на базе вот этих вот классов опыта Но пока ты не начнешь спрашивать что-то И чтобы Бог тебе ответил И говорить ему, я хочу проверить тебя Тогда у тебя этого и не начнется Ты можешь там не верить другим людям Мало чего не говорят Тебя, в общем, надо с мамой пойти Надо просто начать Что значит доверять? Ну, попросите Бога в молитве Просто сказать, что вот я хочу, чтобы ты это решил проблему Один раз, два И я вот, не знаю, я уверен, что мне Бог тысячу раз помогал И всем поможет, кто к нему обратится То есть я ничего не терял, наоборот даже То есть так вот До сто процентов Когда я вот доверяю все сферы, все области своей жизни Богу Просто доверяю Куда бы я ни шла, на какие бы переговоры я ни шла Будто это работа, будто бы это просто встреча Будто это моя личная жизнь Я полностью в этого все посвящаю Бога И полностью ему доверяю А то есть ему рассказываешь об этом? Я ему рассказываю все Но самое главное Я сама не стараюсь как бы Вот знаете, бежать впереди паровоза Бежать впереди Бога Бежать там, ну, делать самой что-то Да, как бы Я сначала с ним советуюсь Я говорю о том, что я доверяю тебе эту ситуацию Бог Да, как бы вот Как вот ты хочешь И как бы там ни было Отказ там или еще что-то Я полностью, значит, так оно должно быть Я в этом не сомневаюсь Вот в этом мое доверие Богу Еще одно милость Вот когда ты доверяешь Богу Смотри, как ты понимаешь, что Он тебе дает зеленый свет? Каким образом? Ну да Ой, вот не хочу эту историю, конечно, рассказывать Я не знаю, на истории, может, у нас времени нет Но просто вот в обычных там, в твоих проблемах Ты доверила, говоришь, свою сферу Например, работу Ты устраивалась на работу Ты доверила Богу, я так предполагаю Да, я полностью доверяла Вот именно вот найти работу И как ты? И Бог тебе на листочке, вот в Библии написал там Что ты должна пойти в магазин, спар У меня, если это не от Бога Вот прям вот сто процентов мне это не надо делать Вот разрушится все полностью вообще Вот все вообще Вот я прямо захожу в одну дверь А мне говорят нет А девушка нет Бог нам сказал, что вы нет Нет А у нас этого нет, простите Ну как бы, то есть мы этого не делаем, допустим Я хоп в другую дверь Нет, а все, вот бланки, представляете, закончились Я как так? Вот прям вот передо мной это все заканчиваю Ну ты же мне это не надо делать Это классно, когда такие очевидности происходят Да, да Мне кажется, вот Сережа, ты задал вопрос Мне кажется, это как все происходит? Просто когда ты поддерживаешь отношения Вот, я имею в виду с Богом То у тебя просто, как бы с кем ты общаешься У тебя так и стиль общения меняется И вообще стиль жизни Мне кажется, просто когда ты общаешься Стиль у тебя меняется И соответственно, все меняется И дорога твоя меняется скажем, зеленый свет или зеленая дорога, как хотите, назовите. Но ты просто пойдешь по той дороге, которая нужна будет. Мне кажется, это самая суперская нота, на которую надо заканчивать. Просто последнее, что бы хотели пожелать тому человеку, который не имеет такого опыта, как вы, с Богом, который не знает, что значит Богу доверять и вообще, зачем это делать, если я его никогда не знаю. Что бы вы пожелали? Последнее, Олеся, Ладик, говорил. Можно я скажу, да. Ты посоветовался с Богом, и сделай так, как бы, не знаю. Как ты мечтаешь? Ну да, потому что Бог тебе дал трезвый разум. И ты можешь, правда, делать так, как ты считаешь нужным. И тогда уже по ситуации нужно будет смотреть. Быть трезвой. Правильно это или нет? А там уже Олега Креслова. В общем, думай головой. А, думай головой и доверяй Богу еще. Параллельно, да? Олесь, Владик, что-нибудь такое там? Да я бы хотела сказать, чтобы просто поработали довериться Богу. Вот просто отдать ему всю ситуацию в руки. Вот просить Бога, чтобы он там, вот была полностью его вся власть. Он, чтобы этим занимался, и тогда, ну, просто проверить, как у него все это получится. И не соглашаться на меньшее. Хорошо, Олесь, спасибо. Друзья, все, что мы можем вам сегодня пожелать, это доверять людям и Богу. Все, пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»